МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". По традиции мы начинаем новый сезон с игры самых маленьких. Ну, к сожалению, детсадовцы у нас еще не играют, и младшая школа. Но вот пятые, шестые, седьмые классы вполне, вполне и вполне. И некоторое время назад вы могли видеть, как прекрасные, умные, сообразительные, милые шестиклассники из 27-й гомельской школы одержали выливую победу над 11-й школой города Жлобина. Слева замечательная, чудная команда 27-й школы. Команда Алины Маленкович. Встречаем. Противостоит им сегодня команда из ребят чуть постарше. Это 51-я гимназия. Команда Дианы Олешкевич. Итак, внимание, мы начинаем нашу игру. Эрудит пятерка, 51-я гимназия против 27-й школы. Гимназия, школа, посмотрим, играем. Эрудит пятерка. Начинаем мы с блеф игры. Диана, кто способен, глядя в глаза ведущему, сказать ему нет? На это способен наш единственный мальчик Максим. Максим, единственный мальчик, прекрасно. Итак, Алина, кто у вас такой смелый? Говорить верю-неверу, пойду я. Прекрасно. Итак, Максим против Алины, вперед. Начнем. Блеф игра. Верите ли вы, что Бог сотворил мир за 7 дней? Фальстарт у вас, Максим. За этим очень строго следит наш электронный судья. Алина, у вас есть шанс? Верю. Зря вы в это верите. Дело в том, что седьмой день Бог отдыхал. Отсюда у нас воскресенье, выходной день, а у евреев суббота, шаббат. Он за 6 дней створил мир такими ударными темпами, но в это можно только верить. Проверить это, к сожалению, нельзя. Продолжаем. Верите ли вы, что сотни миллионов лет назад на Земле был только один континент? Так, Максим? Да. Да. И он назывался Панге, и вы приносите первые 5 очков своей команде. Великолепно. Верите ли вы, что народная мудрость советует брать умом, а не горбом? Прошу. Я думаю, что да. Да, конечно. Не силой, а головой, умом, как вы прекрасно сейчас это доказали. Отлично. 5-5. Счет равный. Верите ли вы, что чисел больше, чем цифр? Прошу, Максим. Да. Да, чисел больше, чем цифр, и вы сможете в этом убедиться в конце игры. Продолжаем. Верите ли вы, что первый спутник был запущен в 1957 году? Нет. Зря, не видите, 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый спутник Земли. Исторический день. Итак, после блеф игры 10-5 хорошо обменялись знаниями и кнопочными нажатиями, естественно, правильными ответами команды. У нас дуэль игра. Вперед! Итак, прослушайте 5 тем дуэль игры и буквально за 5 секунд решите, кто какую тему на себя готов взять. Итак, поехали. Первый бой – легенды и мифы. Второй бой – географические страны и континенты. Третий бой – о русском языке – великий и могучий. Четвертый бой – буквы и цифры. Пятый бой – даты и события. У вас есть очень мало времени, чтобы решить, кто какую тему на себя готов. Взять! Вперед! Время истекло. И я обращаюсь к Диане Олешкевич, капитану команды гимназии. Диана. На легенды и мифы у нас идет Женя. Не успела даже тему назвать, а она уже отвечает. Итак, Женя, готовьтесь. Алина, кто у вас легендарный и мифологический? Пойду. Опять я. Это ваш второй и последний выход. Вы об этом знаете. Итак, Евгения против Алины. Вперед! Женя против Алины. Очень милые девушки. Начнем. Ну, есть такой миф у древних греков. Собрались герои на корабле Арго и отправились в Колхиту. Итак, за таким руном поплыли в Колхиту аргонавты. За золотым. За золотым. Это правильный ответ. Да. Легенда о Черной Даме связана именно с этим белорусским замком. Много ли у нас знаменитых замков в Беларуси? По-моему, всего два. Мирский замок. Мирский замок. Увы, это неправильный ответ. Алина, будете жать? Будете отвечать? А что у нас... Женя, что у нас осталось после вашего... Несвежки. Несвежки. Это и есть правильный ответ. Вот и все. Продолжаем. Есть такая легенда, что гамельнский чародей игрой на волшебной дудочке увел из города Гамельна всех... кого? Прошу. Крыс. Всех крыс и мышей, когда ему не заплатили, он детей увел. Играем. Миф об этом стихийном бедствии, постигшем все человечество, един у многих народов и отражен даже в Библии. Что за бедствие такое? Женя? Великий всемирный потоп. Великий всемирный потоп. Отлично. И заканчиваем. Это героиня, легенда белорусского биатлона. Женя? Дарья Домрычева. Дарья Домрычева. Вот так ты мимохода. Дарья Домрычева. Великолепные ответы дает наша Евгения. У Толини немножко не повезло. Где-то по скорости, где-то по сообразительности. Но ничего страшного. 25-10. Вот как Женя сразу рванула свою команду. И вперед. У нас следующий бой. Вперед играем. Страны и континенты. Географический бой. Кто силен в географии в гимназии? У нас силен в географии Максим. Максим, готовьтесь. Алина, кто у вас бегает по глобусу регулярно? По глобусу у нас бегает Анжелика. Итак, Максим против Анжелики. Вперед! Ну, помните, как Айболит летел на помощь зверюшкам и твердил лимпопо, лимпопо, лимпопо. Лимпопо – это река. А на каком континенте? Желика? Африка. Африка. Это правильный ответ. Великолепно. Вблизи этого знаменитейшего водопада сооружен радужный мост. Что же за водопад такой знаменитейший? Много ли вы вообще знаменитых водопадов знаете? Ниагарский. Отлично, да! Играем. Магеллан, обогнув американский континент, первым из европейцев вышел в этот океан. Да? Тихий. Тихий, конечно. Что вы боитесь? Отлично. Эта страна занимает свой континент целиком. Австралия. Австралия, конечно. Анжелика просто блестяще играет. И последний вопрос. Что бы там ни говорили украинцы и поляки, но центр Европы находится все-таки в этой стране. Ну, центр Европы. Три, две, одна. Студия? Беларусь. И это правильный ответ. Анжелика, я хочу сделать вам комплимент. Вы впервые на нашей игре, впервые вышли в стойки. Великолепно сыграли. Сократив разрыв буквально до пяти очков. 30-25. Следующий бой. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ О, великий и могучий русский язык. Кто? На этот раунд пойду я. Прекрасно. Алиночка, кого вы отправляете говорить по-русски? У нас знает русский Костя. Итак, вперед, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Диана против Константина. Руки на кнопки. Внимание. Великий и могучий бой о русском языке. Этот согласный звук является непроизносимым в слове известный. Прошу. Твердый знак. Твердый знак. Согласный звук. Нет, вы не правы. Диана. Т не произносится. Т не произносится, конечно. Известный мы не говорим. В периоде с латыни это слово, которое вы все хорошо знаете, означает образованный. Эрудит. Эрудит великолепно. Этот знак препинания обычно разделяет однородные члены предложения. Фальстарт. Фальстарт. У вас Костя. За этим очень строго следит наш электронный судья. Диана. Запятая. Запятая. А что еще может их соединять или разделять? Про союз и когда-нибудь слышать? Да, союз и. Союз и. Великолепно. Играем. Что наши предки делали во всю Ивановскую? Есть такое выражение. Что-то делать во всю Ивановскую. Да. Кричать. Кричать во всю Ивановскую. Именно на Ивановской площади в Московском Кремле выкрикивали царские указы. Отсюда кричать во всю Ивановскую. Это правильный ответ. Передиграем. У существительного мышь такое окончание. Нулевое. Нулевое окончание у слова мышь. И это правильный ответ. 50-30. Диана. Ну вы супер игрок и супер знаток русского языка. А у нас следующий бой. Вперед. Итак, гимназия вырывается вперед. И сейчас капитан команды Диана сообщит нам, кто пойдет на буквы и цифры. Это тема следующего боя. Лучше всего он узнает математику Даша. Ну там не только математика. Ну хорошо, пускай будет Даша. Алина. У нас на буквы и цифры идет Паша. Итак, Даша против Паши. Вперед. Паша, не подведите команду. Буквы и цифры. До реформы орфографии, которая была после революции, твердый знак помещали в конце слова после этих букв. После каких букв? Вообще два типа букв бывают. Да? Согласны. После согласны, конечно. Да, Даша, вы правы. Буквы и цифры играем дальше. В нашей стране телевидение перешло с аналогового формата на такой формат. Да? Цифровой. Цифровой. Браво, Паша. Этими тремя буквами англичане называют свой алфавит. Ну, три буквы. Да. ABC. ABC, великолепно. Римляне обозначали это круглое число буквой Х. Ноль. Ну, нуля они не знали. Еще арабские математики позже. Даша, будете отвечать? Десять. Десять – это правильный ответ. Х – это десятка. Двадцатый век – это две десятки. Тридцать – это три десятки. Три икса и так далее. И еще размеры такие. Икс, фиксель и так далее. Проложаем. Этими четырьмя буквами обозначали Советский Союз. СССР. Великолепно, Паша, великолепно. Шестьдесят сорок пять. Паша, вы приблизили свою команду к нашему лидеру. Итак, школа против гимназии. У нас следующий бой. Вперед! Вперед! Даты и события. Я бы не сказал, что это история, но что-то в этом есть. Кто такой был исторический у вас? У нас историческая Дарья. Еще одна Дарья. А, это Даша, а это Дарья. Дарья, подождите немножечко. Алиношка? А у нас Миша. О, Миша – это сильный игрок. Дарья, вам попался нелегкий соперник. Дарья против Михаила. Вперед! Миша! 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 Отлично. Начнем. У католиков 25 декабря. У православных 7 января. О чем речь? Рождество. Правильно. Хорошо. Дарья, пять очков. Играем. В 1812 году Российская империя воевала с этой страной. С Францией. Да, война с Наполеоном. Великолепно. Продолжаем. Согласно церковному календарю, сейчас идет 7528 год от сотворения. Мира. Великолепно. Обыгрывает на кнопке Михаил нашу Дарью. Играем. Гагарин полетел 12 апреля. И теперь в эту дату празднуют день. День космонавтов. День космонавтов. Увы, рыдаю и плачу, но не могу принять такой ответ. Миша, будете отвечать? Нет. День правильно подсказывает вам Женя. День космонавтики. Вот Женя знает. Теперь и вы это будете знать. Ведь главная задача нашей игры не проверить ваше знание, а научить чему-то новому. Играем. Этот век начался, оказывается, не в 2000-м, а в 1001-м году. 21-й. 21-й век начался в 1001-м году. Михаил подтвердил свою славу очень сильного игрока. Разрыв сократился минимально до 5 очков. 65-60. А у нас тест игра. Вперед! Тест игра наше скоростное, централизованное тестирование. Но на этот раз не какие-то там малыши, а серьезная наука. Математика. Кто готов складывать, умножать и решать задачки? Дяночка. Гимназия 51-я. У нас будет решать опять Дарья. Дарья. Ну, я думаю, что Дарья математику знает лучше, чем даты и события. Надеюсь. Алина, ваше решение. У нас больше всего математику любит Паша. Даша, вам попадаются просто феноменальные игроки. Тем не менее, Дарья против Павла. Вперед! Паша! 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 Не забывайте о фальстарте. За этим очень строго следит наш электронный судья. Начнем. Итак, первый вопрос. В трехстах минутах. А. Пять часов. П. Шесть часов. С. Четыре часа сорок минут. С. С. Четыре часа сорок минут. Не согласен с вами. У вас есть шанс получить пять очков. Б. Б. Шесть часов. Так, давайте рассуждать мы, наверное, с Пашей. Паша, триста минут, да? А сколько в часу минут? Шестьдесят. Шестьдесят. Делим. Триста на шестьдесят. Сколько получаем? Пять часов. Я понимаю, что трудно вот в таком стрессе сложить и умножить, но это пять часов. Периметр квадрата со стороной в два с половиной сантиметра равен. А. Восемь с половиной. Б. Десять. И С. Двенадцать. Прошу, Павел. Б. Б. То есть десять сантиметров, да? То есть два с половиной. А у квадрата сколько сторон? Четыре. Четыре. Умножаем на четыре. Получается десять. Вы правы. И десять очков. Б. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот то, как играет Павел, это у американца называется покер-фейс. Вот непроницаемое лицо. Великолепно. Играем. Среднее арифметическое чисел 21 и 29 равняется. А. 23. Б. 24. С. 25. Считает в уме среднее арифметическое. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Прошу. Б. Б. 24. Мимо. Дарья. У вас есть шанс? С. С. То есть сколько это получается? 25. Ну что, 21 плюс 29. Сколько получается в сумме? 50. Делим пополам. 25. Вот так и узнается среднее арифметическое. 5 очков на подборе, Даша. 5 очков на подборе. Продолжаем. Трем в минус второй степени соответствует дробь. А. Одна треть. Б. Одна девятая. С. Одна восемнадцатая. Дарья. А. А. Одна треть. Ну что вы. Три в минус второй это не то. Паша, отведите что-нибудь. Осталось Б и С. 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 Нет. Три в минус второй степени это одна девятая. И пятый вопрос. Число триста записывается с помощью трех латинских букв. А. Х. Б. М. И. С. С. Прошу. А. А. Нет. Мы же говорили, что Х это 10. И если три Ха, это 30. Паша, ваш шанс? Б. Б. То есть М. М это милли или тысяча. А на самом деле сотня это римское число С. А слово Центурия. Теперь вы это знаете. Равная игра. Павел таки. Ну улыбнитесь, Паша. Вы сравняли счет 70-70. Играем дальше. Вперед. Слайд игра. Слайд игра. Вот уж да, повеселели школьники. Гимназисты так посуравели. Сейчас будет не легкий бой, а тяжелая битва. Хотя очень легкая игрушка наша медиа-азбука. Смотришь на экран, видишь букву, называешь картинку. Кто способен на такой подвиг интеллекта? На такой подвиг способна Даша. Даша. Прекрасно. Даша, готовьтесь. Алина, картиночка кто пойдет? У нас на слайд-шоу пойдет Костя. Итак, слайд-шоу, как объявила нам Алина. Даша против Кости. Шоу, вперед. Правильный ответ стоит 15 очков. Игра на подборе 10. Ничего жать не нужно. Если у нас счет равный, все решит ваша скорость реакции. Руки на кнопки. И как только я скажу раз, два, три, электронный судья запускает систему. Кто выиграет кнопку, тот и начнет, собственно, решать картинки. Итак, раз, два, три. Костя, начинаем с вас. Хотя у нас обычно первый вопрос идет самый сложный. Все, ничего жать не надо, поучить. Начнем. Константин, играем с вами. Буква А. Азбука Морзе. Азбука Морзе. С ума сойти. Знают. Прекрасно. Даша, прошу. Не? Не можете? Константин. Вот эти деревяшечки красивенькие, вызолоченные с фигурными вырезками, называются точно так же, как длинная, вкусная, поджаристая французская булка. Это багет. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Буква В. Константин. Вальс. Он просто вот не успеет поедать картинку, он уже дает ответ. Великолепно. Даша, играем с вами. Гадалка. Гадалка или гадание. Великолепно. Прекрасно. Прошу вас, Костя. Да хорошо. Дойка. Дойка, доение, доярка. Корень взял самое главное. Отлично. Играем. Заметьте, что буква Е. И я приму ответ, который будет начинаться только с буквы Е. Дашенька, вот даем даже подумать. Еда. Еда. Ну, в принципе, для лисицы это еда, да. Но я не лисица. К счастью, Костя, может, вы дадите? Ежи. Ежи. Или ежата. Да, отлично. Главное, что у нее. Ежики, вот тут у нас шел бой на сообразительность. Десять очков на подборе Костя. Константин, дальше с вами играем. Тишина, абсолютная тишина. Вот тут уже знания нужны. Народный инструмент. Если не ошибаюсь, Софья Ижлобина уже своей подружке и капитану говорит правильный ответ на ушко. Браво, Софья, это правильный ответ. Даш, будете отвечать? Этот народный инструмент называется жалейка. У нее такой жалобный звук. Жалобный, жалобный. Отсюда и жалейка. Даша, прошу вас. Вот эта штука, которая лицо закрывает. Знаете, как называется? Игру к престолу нибудь смотрели. Не, три, две, одна. Увы. Защита, может быть. Защита. Вот эта штука называется забрало. Теперь вы это знаете. Костя, играем с вами. Игра. Нет, я с вами не согласен. Это не главное на этой картинке. Игроман. А вот вы знаете, прямую, да, игроман такой он весь худой, встрепанный. Да, игроман, 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 игру в компьютерные игры принимается. И мы переходим к Даше. Последняя буква К. Абсолютная тишина, чтобы все было красиво и честно. Три, две, одна. Константин. Не. Не. А вот про Тараса Бульбу и запорожских казаков, которые пишут письмо турецкому султану. Слышали? Казак. Это казак. 95-125. Константин, вы сделали такой отрыв. Но я думаю, это преодолимо. 95-125. Самое главное. Риск игра. Вперед. Диана, на риск игру. Единственную игру со штрафом нужен самый сильный, самый умный, самый сообразительный, самый быстрый игрок. Самый-самый-самый. Кто у вас такой? На риск игру пойду я. Хорошо. Вот скромно. Не говори, я самая-самая. А пойду на риск игру я. Алина, у вас? У нас рисковать будет Миша. Миша уже один раз. Я показал. Итак, Диана против Михаила. Вперед. Миша! 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 Так, правильный ответ. Плюс 20, неправильный. Минус 20. Нет ответа ноль. Ну, с нулем не выигрывают. Итак, начнем. Легенды и мифы. Легенды и мифы. Так называется список условных обозначений на карте с разъяснением их значений. Тема легенды и мифы. Чуть-чуть сообразить нужно. Увы. Дело в том, что вот список условных обозначений и называется легенда карты. Легенда. Играем. Страны и континенты. Ученые доказали, что Южная Америка когда-то была одним целым с ней, с этим континентом. Представили себя на карте. Такой выгиб. А у того континента вгиб. Прошу. С Северной Америкой. С Северной Америкой. Они сейчас одно целое. Минус 20 очков, к сожалению. Будете жать, Михаил? Нет. С Африкой. Вот представьте, вырежьте даже можете на карте их берега и совместить. Играем. Великий и могучий. Русская пословица гласит. Она рубль бережет. Копейка. Копейка. Вернули. Хорошо. У вас еще и шанс. Буквы и цифры. Чисел бесконечное множество. А вот цифр всего столько. 10. А почему? Цифры от нуля до девяти. Абсолютно точный ответ. И последний вопрос. Что бы там ни говорили, а его год наступит только в ночь с 11 на 12 февраля. Чей же год приходит по китайскому календарю во второе зимнее новолуние. А какой год вообще-то, собственно, будет у нас ожидается? Диана, не в курсе, какой год ожидается у нас после года мыши? Ой, интересно. Миша. Год быка. Год быка, конечно же. Вот о нем и шла речь. И если бы вы нажали на кнопку, это бы уже ничего не решило. Вы все равно и так победили. Юные шестиклассники из простой 27-й губернадской школы одерживают победу над блестящими умными гимназистами из 51-й гимназии. Ребятушки, это не последняя ваша игра. Вы великолепно держались. Но вы новички, а они уже одержали одну победу. А знаете, как поднимает над собой и несет вперед уже одержанную победу? Будут победы и у вас. Мы ждем вас на наших других играх. Орудие пятерка. Уже у нас заворачивается интрига в самом начале сезона. Кто же остановит этих маленьких монстриков из 27-й губернадской школы? Кто остановит команду Алины? Кто сможет быть быстрее Константина, сообразительнее Михаила, точнее Анжелики и невозмутимее Павла? Продолжение, что называется, следует. Ну и самое главное, для чего мы смотрим эрудитку. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! Продолжение следует...